Здравствуйте! Вы смотрите программу «В центре событий» в студии Светланы Стебенькова. Сегодня в выпуске. Губернатор Югры Наталья Комарова в эту субботу работала в Сургуте. Итоги визита главы региона в наш город. Ночью в Барсово горели два дома. Люди, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон. Волейбольный «Газпром Югра» и баскетбольный «Университет Югра» победно провели игровой уикенд. Итоги двух крупных всероссийских форумов, прошедших в апреле в Сургуте и перспективы развития территории, обсудили Вадим Шувалов и губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона работала в эту субботу в нашем городе. В рамках визита она провела несколько встреч. Первую как раз с главой. Губернатор отметила, что Сургут должен стать максимально доброжелательным каждому жителю. Вадим Шувалов сообщил, что предстоит совершить много действий по преобразованию некогда рабочего поселка, а затем и трудового города в муниципалитет для жизни. Город Сургут создавался город для работы. И под этим лозунгом создавался и градостроительный план этого города. Городостроительный план был сделан в 1979 году. Наша задача, если бы таким другим словом сказать, что теперь это не город только для работы, а сделать город для жизни. В ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы улучшения уличнодорожной сети и цветовое содержание Сургута. Разработаны концепции колористического оформления зданий, а также архитектурно-художественного освещения. В завершении встречи с Вадимом Шуваловым Наталья Комарова еще раз напомнила о важности участия горожан в вопросах благоустройства и предложила разработать проект, в котором они смогли бы поучаствовать. Обращаю ваше внимание и прошу именно таким образом выстраивать такую работу. Вы упомянули о планах, связанных с организацией сбора общественного мнения о том, какие улицы, дороги в первую очередь нужно ремонтировать, реконструировать, обустраивать современными оборудованиями. Пусть это будет краудсорсинговый проект, то есть проект, в котором непосредственно примут участие люди. У вас есть площадка хорошая электронная в Сургуте. Завершая тему, Наталья Комарова настоятельно порекомендовала муниципалитету как можно быстрее заключить соглашение с правительством Югры, чтобы получить средства из окружного бюджета для проведения работ по благоустройству. Все решения приняты, остается только оформить должным образом, чтобы вы могли на полном основании включить эти ресурсы в бюджет города Сургута. Решение о бюджете города Сургута. Изменения. Следующим пунктом в рамках рабочего визита губернатора стало совещание с руководителями индустриальных парков, которые создаются в Сургуте и районе. Отмечу, что этому проекту посвящен раздел в обновленной стратегии развития региона до 2030 года. Напомню, в 2015-2016 годах решением правительства автономии было выделено три земельных участка под создание индустриальных парков. Два в Сургутском районе и один в нашем городе. Общая сумма инвестиций на объекты более 4 миллиардов рублей. На индустриальной площадке в Сургуте планируется создание предприятий по производству электрощитового и вентиляционного оборудования, блочных конструкций, а также учебного центра для повышения квалификации работников по техническим специальностям. Как отметила Наталья Комарова, внедрение таких парков – это один из инструментов реализации промышленной политики Югре. Нам очень важно создать условия для такой деятельности. И в этой связи и органы местного соуправления, и государственные власти, имея определенный круг полномочий, могли бы доброжелательно создать обстановку и ситуацию. В завершении рабочей поездки в наш город Наталья Комарова приняла участие в приемке нового операционно-реанимационного корпуса окружного кардиодиспансера. Главе региона, чиновникам и представителям общественности продемонстрировали весь маршрут пациента от окна регистратуры до выписки. Подробности в следующем материале. Первая и, пожалуй, одна из главных особенностей нового корпуса кардиодиспансера, которую отметили все присутствующие – разделение потоков плановых и экстренных пациентов. Врачи говорят, это позволяет максимально быстро оказать необходимую помощь. И смотровая, и рентгеноперационная находятся в шаговой доступности от приемного отделения. Если пациент поступает в состояние шока, сразу же в реанимационный зал, здесь работают нацизологи-реаниматологи, стабилизируется состояние, и буквально в течение нескольких секунд пациент может быть транспортирован уже в рентгеноперационную. Затем Наталья Комарова вместе с общественностью отправилась в сердце корпуса – операционный блок. В его составе три зала, плюс набор вспомогательных помещений, в том числе и экспресс-лаборатории. Одна из операционных – гибридная, то есть в ней можно проводить как открытые, так и малоинвазивные вмешательства под рентген-контролем. Также главе региона продемонстрировали отделение анестезиологии и реанимации. Оно рассчитано на 18 коек. Оборудованы палаты по последнему слову техники. Каждое место оборудовано центральной консолью, где подведена разводка всяких сворот, сжатый воздух, вакуум для ладовства. Стоит отметить, что общая стоимость третьего корпуса кардиоцентра составляет примерно полтора миллиарда рублей. Около 40% этой суммы потрачено как раз на покупку оборудования. Он оснащен медицинским оборудованием экспертного уровня. То есть для нас, для потребителей, для пациентов это очень хорошее оборудование. Оборудование выше среднего, оборудование, которое перед тиражированием или для тиражирования, последующего тиражирования. Кроме высококлассного оборудования и оснащенности нового корпуса, участники приемки отметили нетипичный для операционных и палат дизайн интерьера. Мы привыкли, что палаты операционные, они всегда должны были быть чисто белые. А здесь уже появилось что-то новое. То есть действительно то, что может радовать глаз человека, когда либо устают специалисты, либо когда человек, лежащий на столе, тоже откроет глаза. По словам врачей, благодаря вводу в эксплуатацию третьего корпуса кардиоцентра, количество операций в год будет увеличено примерно вдвое. Кроме этого, на его площадях откроют первое в Югре отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Антонина Новикова, Светлана Стебенькова, Борис Шабалдов, Сургут Интерновости. Не оставили выбора. В поселке Барсово за одну ночь горели два деревянных дома, которые стоят по соседству. Одной из основных версий следствия причины ЧП является поджог. В полиции проводят проверку. Сотрудники МЧС выясняют точную причину возгорания. Оба дома бродмейстера отстояли. Пожарным удалось очень быстро приехать на вызов. По случайности или нет, они возвращались в тушение совершенно другого пожара. И за секунды до звонка об огне в жилом доме заполнили цистерны водой. Дмитрий Круковец побывал на месте происшествия. Страшную ночь с 22 на 23 апреля пришлось пережить жителям поселка Барсово. Около трех часов ночи пожар охватил первый подъезд двухэтажного деревянного дома по улице Майская, 40. Начали бегать люди, типа выскакивать со второго этажа. Натянули на себя одежду. С улицы подбежали два парня. Стукнули по раме, по ошибке. Выбили стекло, мы вылезли, оделись, вылезли. И стали наблюдать, как горит. Прибывшие на место пожарные приступили к ликвидации огня. И почти сразу же с криками о помощи к ним прибежали соседи, жители дома на Майской, 42. Там тоже загорелся один из подъездов точно такого же строения. Эвакуировались жители самостоятельно. В таких случаях никаких других вариантов, кроме как выпрыгнуть из окна, нет. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Среди них оказалась пожилая женщина, которая получила переломы в результате падения из окна второго этажа. Травмы зафиксировали и у несовершеннолетнего ребенка. Всего пострадали три человека. Они госпитализированы. Они прыгали, кидали детей, бабушку кидали. Женщина у нас с шестой квартиры сама прыгнула. Муж ей скинул ребенка, второго ребенка, потом сам прыгал. И над нами квартира точно так же. Выкидывали детей, так же бабушку выкидывали. Бабушку, правда, увезли и скорая. Там ногу что-то сломали. Во втором доме люди поступали так же. Спасались, прыгая из окон своих квартир. Пожар в три часа ночи не оставил людям выбора. Проснулась от того, что задыхаюсь от дыма, от этого. Выскочила туда-сюда. Думаю, может, у меня на кухне что-нибудь. Сюда сунулась, а здесь пламя. И только потом поняла и заплакала от радости, что у меня внучки в этом не было. Теперь вот только плачу и думаю, господи, как хорошо, что у меня внучка не ночевала. Больше вот все, все нормально. Версия поджога рассматривается как одна из основных. Сами люди говорят, таких совпадений, что в одно время загораются два подъезда в двух рядом стоящих домах, не бывает. Муж мне еще сказал, говорит, машина, ты не обратила внимания, что машина не наша, вообще посторонняя. И в три часа ночи что они могут вообще делать здесь. Потом я уже читаю переписку, что эту же машину описывают. И этого мужчину, который помогал нам, ну что лысоватый. Я была в шоковом состоянии, больше я ничего не помню, ничего не могу сказать. Пожарные справились с огнем за 37 минут. Ликвидировали ЧП 62 человека и 34 единицы техники. Пожарные прибыли оперативно, скажем так, поймали пожар в пределах лесных клеток и потушили его. То есть развитие он не получил. В администрации Сургутского района состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там обсуждался вопрос помощи семьям, проживающим в домах на улице Майской 40 и 42. Большинство из них вернулись в свои квартиры. По поводу пригодности мы вчера обследовали. 42-й дом пострадал только подъезд, поэтому там однозначно мы будем ремонтировать. В основной вопрос стоит по 40-му дому. Вчера уже одну семью мы расселили. Пока больше никто не обращался. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В Сургуте в ближайшие годы появится целый ряд новых дорог за счет частных инвестиций. Уже разрабатываются проекты магистралей. Среди них продолжение улицы Геологической с выходом на Егорский тракт вдоль жилого комплекса Возрождения. Улица Усольсова на участке от Белецкого до Арофлотская, а также от Белецкого до Есенина. А уже в этом году будет начато строительство продолжения улицы Киртбая до Тюменского тракта. Поехать по новой дороге, если все пойдет по плану, можно будет уже в следующем году. В этом году мы начинаем строить инженерные сети по этому объекту, а в следующем году дорожную часть. Ну и надо отметить, что у нас сразу сейчас несколько улиц еще и проектируется. А вот продолжение улицы Маяковского может заработать только к 2018 году. Хотя документально вот дороги прогнозируются на 2017. Такое разночтение объясняется необходимостью переноса обнаруженных при строительстве магистрали подземных коммуникаций. Сейчас проект проходит оценку и экспертизу. В администрации Сургута надеются получить соглашение со всеми владельцами сетей об их переносе в ближайшее время. Если это произойдет быстро, подрядчики успеют закончить дорогу в этом году. Волейбольный клуб «Газпром Югра» провел заключительный матч домашнего сезона. В первом раунде плей-офф наша команда принимала Кузбасс. Стартовая встреча серии на выбывании в Кемерово завершилась обидным поражением сургутян. 0-3 в пользу соперника. Для продолжения борьбы за выход в финал шести и определения медалистов в Суперлиге «Газпрому» необходимо было побеждать. Эту цель сургутские волейболисты выполнили. Обменявшись победами в двух партиях, наша команда выиграла третий и четвертый сет и сравняла счет в серии до двух побед. Конечно, хотели выиграть сегодня. Конечно, но не получилось. Они тоже молодцы. И вот, бывает, должно быть так. Должно быть так. Должно все сами заслуживать. Мы будем играть дома, смотрим дальше. Голово вверх. С нашим болельщиками ребята все молодцы. Все отдали сегодня, что могли. Уже сегодня «Газпром Югра» отправился в Кемерово на решающий матч первого раунда плей-офф. Игра между «Кузбассом» и «Газпромом Югра» пройдет 23 апреля. Победитель этой встречи, а вместе с тем и всей серии, попадет в финал шести, который состоится в Москве с 6 по 11 мая. Проигравший после этого матча сезон завершит. Улетаем. Ребятам надо будет дать отдохнуть. У нас уже послезавтра опробование. Я думаю, что утром в гостинице мы потянемся с ними. А вечером у нас опробование. Уже игра. Ну, 26-го игра уже. Через два дня практически. А баскетбольный клуб «Университет Югра» двумя домашними матчами открыл финальную серию российской Суперлиги 1. Соперником сургутян стала команда «Иркот». Гости провели на один матч больше, чем студенты. И в наш город прилетели из Новосибирска, где победно завершили свой полуфинал. Удалось сургутян, и опыт университета стали решающими. В первом матче наша команда добилась победы 75-63. Во второй игре разница была чуть скромнее – 81-72. Но победителями вновь стали сургутяне. Во вторник студенты отправляются в Иркутск для завоевания золота чемпионата. Университету игра достаточно одержать одну победу. «Выполнили тренерские установки, не сбились на трехочковые броски. Поэтому через середину, через проходы, через скидки выполнили задачу. Неплохо сыграли в защите. Единственное, что с Захаровым немножко не справились. Но кто-то должен у них тоже был забивать». На эту минуту у меня все. Вечером новостей будет больше. До встречи в эфире. Внимание! Закон о рекламе запрещает говорить о самых низких ценах, но не запретит нам делать. Куртки, пальто, ветровки от 1000 рублей. Оптовые ярмарки России. В Сургуте с 26 апреля по 6 мая. ДК «Комертон». Лучшие друзья твои – это диаманты. Приезжай, забегай. Есть варианты. Секс по мебель, позитив, будет радость, будет любовь. Красивая, удобная, стильная – все это про обувь «Жетта». Женщинам красота и индивидуальность. Мужчинам – уверенность каждый день. Детям – яркость и комфорт. Салоны обуви «Жетта». Отличная обувь для всей семьи. «Гнездо Беркута» – гостиница в духе кубанского казачества. Все стилизовано, под старину и овеяно кубанской культурой того времени. Здесь вам предложат отведать блюда кубанской кухни. Особое убранство и отменное обслуживание впечатлят даже искушенных. Гостиница «Гнездо Беркута» – безупречное место для встречи гостей любого уровня, иностранных туристов и делегаций. Мы не изобретаем колесо. Мы просто знаем о колесе все. Сеть шинных центров «Диски мира». «Пирелли», «Якохама», «Нокиан», «Бриджстон». Свыше 5000 наименований. Установка и балансировка за 20 минут. «Диски мира». Двигайтесь с нами. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленной в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей. Эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». «Сургут», «Югорская 5.2», «Салон Рубин». «Слишком ярко», «Слишком скучно», «Слишком пазмурно». Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. Компания «Сипромстрой» открывает бронирование квартир в новых домах за ТРЦ «Аура». Телефон отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек, а также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. Здравствуйте. Информация о погоде на 24 апреля в студии Дина Кристи. Генеральный спонсор прогноза погоды – завод по изготовлению металлоконструкций «Макрострой». «Макрострой» беремся за работу, которой боятся другие. Сэкономить время и деньги на строительстве. Реально. Крупнейший завод в регионе по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения и гладочную сетку. Гарантия на все изделия. До 50 лет. «Макрострой». Быстро. Качественно. Доступно. Атлантический циклон доставил в Западную Сибирь новую волну теплого воздуха. Но вместе с тем в регионе плотные облака и вероятность осадков повысится. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями кратковременные дожди. Ночью утром со снегом. Ветер южный с переходом на юго-западные 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 13 градусов. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». В салонах обуви «Саламандр» широкий ассортимент моделей немецкой компании «Ромико» от ретро до современных. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 759 миллиметров уртутного столба. Карапузы, йоу, встречайте! Одежду модную примеряйте! Мечтайте, играйте, танцуйте, творите! В Карапуз всей семьей приходите! Коллекция «Одежда-весна-2017» уже в Карапузе! Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество, по выгодным ценам. Я желаю вам отличного настроения и до встречи!